Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас будем писать в социальную сеть. Значит, смотрите. Я сейчас... Мне ушла где-то неделя, чтобы выбрать подход. Иными словами, что-то придумывать просто нет времени, но что-то переписывать тоже это нам не пойдет, потому что что-то нам подходит, что-то нет. Я посмотрел несколько проектов, где ребята пытались писать в социальную сеть. Сам когда-то уже одну социальную сеть давал. Вот на этом сайте, да, курсы. Тут было у меня уроков 30, социальную сеть. Ну, в принципе, я скажу честно, от данного подхода я уже отошел. Он мне не нравится. По одной простой причине в этом подходе, который был на сайте, хотя здесь было и лента... дизайн допотопный, не смотрите. Было и лента, и новости, и все, и закладки, ну, разные вещи. Но здесь был существенный минус. Там в моделях, получалось, создавались на лету. Иными словами, если что-то пойдет не так, то потом закрепешься копаться с нутром Джанго. Посему и здесь разделено, по сути дела. Разделены фолловеры. Разделены участники. Разделены... Разделен фолловинг. Ну, в общем, не очень хороший подход. Вот, это сейчас я понимаю. Почему будем делать так? Вот смотрите. Я, допустим, еще посмотрел несколько кодов. Вот парень писал, да. Но тут тоже я увидел где-то какие-то минусы. Нельзя все... Вообще огромный он молодец. Он, в принципе, реализовал, реализовал дискуссию, да. Вот мне слово понравилось. Возьмем модель дискуссию. Если не является другом, то не может комментировать. А, вообще, я хочу сказать, что я собираюсь писать вообще по себе еще один сайт проект, поэтому проект будет боевой. Иными словами, проект будет полностью боевой. Единственное, что потом надо будет допиливать. Потому что, как правило, идеи приходят уже опосля, да. Но здесь я уже увидел, что, в принципе, он и не старался, скорее всего, написать что-то идеальное. Он написал просто пример. Ну, я увидел вторую стратегию, да, но тоже она нам сейчас не пойдет. Почему? Здесь нету нормальной расширяемости проекта. Почему? Вот смотрите, в данном случае можно посмотреть дискуссию. Вот мы смотрим, да, вот что у нас на главной странице. На главной странице у нас получается пользователь, статус. Статус, вот у него можно статус будет взять, отсюда вытянуть. И дальше пользователи. Дискуссия сама по себе. По сути дела, обсуждение есть это главное, да. Этот проект трудно будет расширять. По одной простой причине, что здесь, если открыть модель, да, вот в самой дискуссии, видно с модели, что просто есть поля модели. Дальше, получение URL, это все мы с вами изучали. И вторая у него комментарии, третья он связывает модели. Так вот, получается с одной стороны, с одной стороны, вроде как удобно, что это независимое приложение. С другой стороны, опять эта стратегия нам не подходит. Почему? Объясняю. Вот смотрите. Мы написали несколько приложений, да. Потом мы начинаем их связывать. А вот если мы захотим встроить новое приложение, да, то нам придется где-то что-то подправлять. Иными словами, плохая расширяемость при таком подходе. Есть иной подход, ребят, смотрите. Вот этот вот подход, он, наверное, больше всего самый лучший. Вот этот мне подход уже сразу понравился, исходя из опыта. Чем он отличается? Это я вот уже переписал. Здесь центральное приложение выбирается одно. Ну, например, блок. Ну, мы возьмем дискуссию. Мне лучше нравится блок. Это немножко будет другое. Здесь блок, ну, не так пойдет. А все остальные приложения цепляются к нему. Чем удобен этот подход? При этом, смотрите, что здесь будем делать. Шаблоны будем вбивать прямо в центральное наше приложение, которое мы будем цеплять. Иными словами, мы так можем написать группу приложений. У социальной сети есть начало, но нет конца. И нам это даст следующую вещь. Во-первых, для того, чтобы прикрутить еще одно какое-то приложение, которое мы придумали, мы будем тогда пользоваться методом каким? Абсолютно верно. Мы будем писать методы в самой модели. Это очень удобно. Иными словами, ничего тогда не ломается. Ничего. То есть, по сути дела, абсолютно добавляется определенное поле, и оно добавляется на пользователя. Понимаете? Пользователь так и так существует внутри. И зависимость не от другой модели, а от пользователя. А пользователя никогда не меняется. Их больше, меньше. Но вопрос в том, что эта модель, она может там расширяться, но меняться она не будет. То есть, какое бы мы приложение ни добавляли, по сути дела, нам это будет просто. И все остальное прописывается в виде просто методов. Что нам это дает? Нам это дает то, что мы, как я сказал, у нас есть начало, но нет конца. Почему? Потому что у вас будет куча идей приходить. Я просто хочу, чтобы вы сейчас поняли, что на самом деле социальные сети ведь по-разному пишутся совершенно. Это, опять же, понимаешь, когда уже попишешь одну, вторую, третью, начинаешь понимать. И чтобы вы сейчас меня немножко услышали, в данном случае, вот тут там блок, тут дискуссия. Мне слово понравилось, слово отсюда это возьмем. Вот здесь я говорю, просто идет модель. Да, дальше смотрим, допустим, код. Код, 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 код. Ну, кому интересно, может Граватара отсюда взять, но мы лучше фотки будем загружать. Хотя, вот берем друзей, да, смотрим модель. При этом, так, смотрим, запрос дружбу, дальше идут, ага, а дальше у него идет, у него идет, значит, отношение многие к одному на профиль. Сейчас, секунду, давайте-ка сделаем, стоп, не то я хотел сделать, не то я хотел сделать. Так, дублировать. Вот это мы оставим, а с этой вот вернемся. У этого парня вот что идет. Дальше у него есть... Должны быть где-то юзеры. Смотрим, смотрим тут модели. Да, вот сайта юзера, я так и понял, что именно здесь. То есть, на свой профиль. Вот в этом подходе, в этом подходе идет на юзера. То есть, это стандартная модель джанга, стандартная модель джанга, которая расширяется. Иными словами, в этом случае вообще ничего не ломается. Уже разница. Следующий момент, давайте еще подытожим такой момент. Разница в этих подходах, на самом деле, если посмотреть более профессионально, очень сильная. В этом подходе, ребят, только, пожалуйста, я никого не обсуждаю. Я просто говорю, что вот свои мысли, которые набрались за это время опыта. Вот в этом случае, каждое приложение написано само по себе. И потом, при помощи представлений, они связываются. Иными словами, немножко получается путаница. Дальше, расширяемость в таком случае довольно, всегда становится немножко проблематично. Второй момент, как я сказал, это шаблоны. Да, в большинстве своем, когда проект небольшой, можно смело делать отдельную папку templates, в нее складывать все. В принципе, это правильно. С другой стороны, вы начинаете делать социальную сеть. Скажите, пожалуйста, через год-два, вы знаете, сколько у вас будет приложений? Не знаете. Может, 20, может, 5, может, 17. Правильно? Посему просто будет эта папка перегружена. Если мы берем вот этот подход, он сразу получается расширяемый. Почему? Потому что, как я сказал, выбирается одно приложение, которое является центральным для определенного блока. Блока приложений. Иными словами, друзья, чат, уведомления и так далее. Далее пишутся модели. И далее, в принципе, что можно добавлять в любую абсолютно... Если мы расширяем проект, мы с одной стороны можем добавить просто поле. Это никак не повлияет на проект, пройдет легко. С другой стороны, просто дописать методы и добавить абсолютно новое приложение. С другой стороны, если мы придумали что-то вообще другое, да? Ведь мы можем создать опять такую группу приложений, где уже будет не блок, а что-то другое, да? Но при этом в этом же блоке шаблоны, они сложны сейчас в папке блок, да? Завтра вы подумаете, и получается, что, в принципе, они нам никогда не путаются, да? При этом они на своем месте, то есть в них легко разобраться, кто бы сюда не заглянул. С другой стороны, завтра вы решите написать уже приложение картинок или приложение аудиозаписи, да? При этом вы опять делаете такую группу и опять же шаблоны скидываете в то новое приложение, и опять у вас порядок, и опять расширяемость. При этом ничего нам не мешает потом вторую часть приложения, которая будет работать на своих шаблонах, например, там музыка, да, связать и с самим блоком, да? То есть тут есть тоже много вариантов. Мне кажется, вы, конечно, сделаете потом по-своему, но мне кажется, правильно было бы вывести дискуссии. Второй момент. Хорошо бы было сделать то, что мы и сделаем, это фит, да? То есть чтобы был фит, где было количество записей, количество друзей и возможность подписаться. Иными словами, в одном случае можно добавить друзья, да, тогда можно комментировать, а в другой случае, ну, если человек хочет за кем-то получать его записи, получать его записи, да, но при этом, ну, его не добавят друзья, но он должен иметь возможность какую? Подписаться и получать эти записи. Что бы еще надо добавить? Это сохранение записи. Если мы ищем, 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 и нам понравилась какая-то запись, да, вот я тут добавлял, пробовал, что он там сделал, да, то хорошо было бы сделать так, чтобы эту запись можно было добавить себе в аккаунт и почитать там отдельно, если это важное что-то, да. То есть много, но, тем не менее, с этого проекта я увидел, что можно было подчеркнуть на будущее. Это события, потом их можно привязать к чему-нибудь, да, новые события, то есть это по дате вот эти вот события. С другой стороны, есть еще одна вещь интересная, еще одна вещь интересная есть. Тоже я увидел интересную очень идею для себя. Так, сейчас, секунду. Интересную идею для себя. Вот смотрите, что можно соединить. Этот проект явно сыроватый, но если соединить две вещи, две вещи, я нашел тут, просто интересно тоже парень делал, но если взять кое-что с этого проекта, а с этого проекта вот что можно вытянуть. Интересный, да. Сейчас, 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 сейчас. Это сайт по фильмам. Так. Ну, например. Вот что здесь можно вытянуть. О, поиск, да, класс. Вот отсюда можно вытянуть поиск. То есть, иными словами, получается довольно интересные вещи. Просто, если взять вот с этого проекта события, по сути дела, вот представьте, социальная сеть, там, допустим, по играм. То есть, по сути дела, надо описать игру, надо описать сюжет, надо описать автора. Иными словами, можно применять вот эту абсолютно технологию, да, только немножко ее подстроить под себя. Сейчас поймете, о чем я говорю. И человек будет проводить либо какие-то вещи, то есть, само событие уже, вот, сама модель события, да, она интересна. Почему? Потому что указываются разные вещи, то есть, указывается время, что очень важно, да. С другой стороны, здесь так реализовано. С другой стороны, если события реализовать в формате вот так, иными словами, смотрите, как получается. То есть, события, да, там, допустим, конференция и так далее, и так далее. И добавить поиск. Аватар, вот, он нашелся. Тогда получается, в принципе, неплохая вещь. Просто я к чему вам говорю, что мы будем писать нечто свое. У меня просто нет времени сидеть и нечто там выдумывать. Я прикинул, прикинул, что какие-то идеи возьмем, я хочу, чтобы вы взяли ключевые идеи, да, а потом уже попрут ваши, поверьте мне, точно попрут. И здесь еще хорошая идея. Это отображение самых читаемых фильмов. Здесь, иными словами, здесь можно взять с этого... Ну, звездочки я смотрел, тут надо дописывать, да. То есть, рейтинг вот можно взять еще. Это момент, поиск, поиск и топовые вещи. Ну, например, самые комментируемые записи. Итак, давайте подведем итог и поймем, что мы будем делать. В первую очередь подводим итог. Итак, в первую очередь нам надо определиться с тактикой нашей социальной сети. Первое правило, которое нужно обязательно соблюсти нам, это уже из опыта говорю, чтобы сеть наша была расширяема. Иными словами, то, что мы рассматривали, допустим, здесь, парень писал, да, нам эта методика не подходит. Она неплохая, нехорошая, просто она нам не подходит. По одной простой причине, потому что будут возникать проблемы с расширяемостью. Почему они будут возникать? Потому что каждое приложение само по себе отдельно. Для чего это я вам говорю? Вы знаете, вот, вам, я бы порекомендовал, вот, вы будете делать социальную сеть, у вас должна быть центральная какая-то идея. Вот, например, смотрите, в Инстаграм центральная идея добавлять фотки. Все, что остальное вокруг фоток, там, комментарии, видео, посты и так далее, это все уже прицеплено, да, потом. Но есть центральная идея. Поэтому первое надо выбрать центральную идею и определиться, это я уже третий раз говорю, потому что это надо сейчас понять очень важно, и определиться с тактикой. То есть мы либо можем делать, как я говорил, каждое приложение само по себе будет, да, но при этом у нас возникнут проблемы с расширяемостью. То есть постоянно придется чего-то там, возможно, править, да, но заметьте, а вдруг у вас пользователей там будет 1200, и они же будут нервные, нервные, поверьте мне. Поэтому есть один подход, я не говорю, что это плохо, хорошо. Есть второй подход еще. Есть второй подход. Где этот подход у нас делся? Есть второй подход, в котором мы определяем какую-то центральную вещь. В принципе, все это сводится в коде к тому, что мы просто дописываем методы. Методы вообще ни на что не влияют. По сути дела, а в модель мы можем всегда, если мы создали, есть вариант один, если мы создали еще какое-то приложение, например, музыку, да, то иными словами, музыку можно цеплять к чему? Либо к посту, ну, как дополнительную возможность, то есть, либо либо к пользователям, либо к пользователям, иными словами, к профилю. Поэтому я и говорю, мы то напишем, да, мы напишем в дискуссии самое простое, самое востребованное, да, но с другой стороны, помните, что здесь, в этом вот подходе, у нас есть все-таки второй вариант расширения, у нас есть вариант первого расширения, повторяю уже в 50-й раз, просто добавить любое приложение новое, дальше, если у нас есть центральная модель, как здесь блок, да, то тупо добавить таблицу и связать, это же не обязательно будет блок, да, у нас будет эта дискуссия, но с другой стороны, в дискуссии мы можем отразить и все другие возможности, кроме этого, с другой стороны, это можно сделать и в профиле, но есть здесь второй подход, мы опять сможем же в будущем добавлять группу приложений, новую, если нам надо, и у нас тогда вот эта группа приложений, она никак не будет, значит, сопересекаться с нашей новой группой, и тогда можно сделать сеть, хоть всю жизнь ее делать, как и у вас будет там уже сотня приложений, и каждая будет себе работать отлично, при этом еще раз говорю, что разница между вот этими методами создания социальной сети и вот в этом подходе, в том, что здесь мы просто дописываем методы, это удобно, да, а там все делаем при помощи представлений, да, здесь методы плюс представления, и понятно, что здесь будет задействован АЯКС, но зато, зато, что в этом подходе удобно, да, что очень удобно сводить в единый фит, иными словами, когда на одной странице вы видите количество друзей, количество записей, и там добавляете хоть 100 приложений, и будет все это количество, сразу переход по ссылкам, вот в этом случае все это легче сделать, как мы будем это делать, вы знаете, что, если я все нарисовал сейчас, то в принципе это было бы сложно, вот эта программа вот так вот называется, прочитали, да, можно скачать, либо что-то свое, это программы, наберите в интернет программы для ОМЭЛ, дальше, мы с вами будем потихоньку делать и рисовать, вот что я здесь придумал, у нас будет, допустим, профиль, да, желтым, дискуссии зеленым, там друзья, мы какой-то другой цвет возьмем, какая нам информация надо, чтобы мы потом могли визуально размышлять, нам надо какие вещи, модели, вот так конкретно и будем добавлять, нас интересуют модели, ну, например, это уже пока просто показываю, а дальше мы будем уже добавлять, уже по ходу, да, например, контент, с моделью мы будем видеть, то есть модель имеет ID, а дальше наши поля, отлично, следующий момент, будем добавлять, нас будет интересовать методы, методы очень удобно будет добавлять на сам метод и саму страницу, то есть мы, здесь есть несколько вещей, модели, представление, страница, да, и сам метод будет показывать страницу, вот, например, FITS, да, и тогда мы уже можем себе размышлять, то есть страница входа, да, и уже можем поставить связь, допустим, мы идем на профиль, отлично, профиль, FITS, и будем рисовать, по сути дела, да, получится довольно объемная вещь, но она прокручивается, и если мы сделаем разные цвета, ФРОИНС, допустим, синие, дискуссии с зеленым, чат напишем еще, оповещение, свяжем, тогда, в принципе, у нас получится размышлять, но, я не учитывал здесь URL, я учитывал три вещи, модель, ой, модель, представление, методы, и сама страница, да, ну, поняли, дальше уже разберемся по ходу, попытаемся рисовать, это, конечно, не совсем подходит под E-mail, но я не нашел лучшего способа, чтобы нам поразмышлять, что с чем должно соединяться, тогда это, тогда нам легче будут приходить идеи, по крайней мере, здесь будет видно, что нам тестировать, когда объемная, будем видеть полиции, нуля, будем видеть методы, будем видеть страницы, сел, подумал, ага, что-то дошло, написал, что я вас попрошу сделать, что должно быть сделано обязательно, вот у нас есть уроки, да, Django 4, как я говорил, вы просмотрите уроки, они есть под этим видео, в любом случае, оно на YouTube, там есть куча видео, вот эти уроки надо пройти от и до, пройти на отлично, как я здесь и говорил, во-первых, извлечение ссылок, этот вопрос должен быть закрыт раз навсегда до этого, и представление, модели мы в процессе все изучаем, модели, шаблоны, мы это изучаем, формы я оставил на сам проект, почему, потому что все-таки формы будут более понятны, в данном случае в контексте, а там мы отличемся на документацию, работаем только с документацией, видео, наверное, нудное получилось, можно было сказать за 5 минут, но возможно не все бы поняли, поэтому, так как делаю на широкую аудиторию, поэтому много раз повторял, подведем итог, уже окончательный, прежде чем начинать социальную сеть писать, над чем надо было ответить на вопрос, что у вас будет центральное, по крайней мере на данный момент, второе, выбрать стратегию, стратегия должна позволять, вот о том, что я ранее рассказывал, расширять, вам надо об этом позаботиться сразу, некоторые моменты мы уже учли, третий момент, написано достаточно много приложений, в Django это и есть смысл, когда в Django нет смысла что-то там придумать, когда это написано, например, если мы зашли и посмотрели, ага, есть хорошая идея, лучшие, самые посещаемые, ведь это можно сделать и с записями, и поев, да, то в принципе, почему бы его взять и не адаптировать под нашу социальную сеть, иными словами, я просто пособирал идеи, а теперь попытаемся их все воплотить в жизнь, да, то есть получается у нас и не это, и не это, и не это, да, то есть никакое, у нас получается нечто свое, но, наверное, это правильно, наверное, это правильно, за сложность не переживайте, все, все буду объяснять, все, спасибо, пока, дальше разберемся по ходу.